Здравствуйте дорогие подписчики, в эфире наш традиционный 10-минутный выпуск о событиях, которые повлияют на сельское хозяйство. Сегодня мы расскажем, что делать, если вы боитесь, что зимы не дадут всходы, как правительство изменит подход к господдержке и сколько средств будет выделено на развитие села. Посевная кампания на юге России проходит в сложных условиях, влаги нет и аграрии вынуждены класть семена в абсолютно сухую почву. Понять их можно, оптимальные сроки сева уходят и агростеневоды рискуют. Если они посеются позже, то вполне возможно, а зимы просто не достигнут необходимой стадии развития. Встречать морозы, пшеницы придется в стадии шильца, довольно уязвимой. В Волгоградской области сев уже закончен, в Ростовской области он перешел экватор. Агрохимцентр Ростовский на днях выпустил данные о запасах влаги в почве и там абсолютно по нулям, причем не только в верхнем горизонте, в первых 20 сантиметрах, но и в метровом слое почвы. Хуже всего обстоит ситуация с влагой на тех полях, где предшественником был подсолнечник. Что делать? С этим вопросом мы обратились к донскому ученому, профессору Донского государственного Аграрного университета Николаю Зеленскому. И вот какой он дает совет. Вот сейчас бы я порекомендовал следующее. Те хозяйства, которые уже посеяли, то есть выдержали те рекомендованные сроки сева, которые были сделаны. Ну, то есть принято было решение сеять, ну, допустим, в первой декаде сентября месяца. Сейчас уже заканчивается первая декада октября. Сходов нет. Семена пролежали в почве больше или около месяца. Естественно, что в таких условиях, когда высокая температура, отсутствие осадков, и нужно быть уверенным, что происходит с семенами. Сохранили ли они свою жизнеспособность дать сходы? Я бы порекомендовал сейчас, чтобы не терять время, быть уверенным, что да, пока все нормально. Ведь многие считают, что посеял, почва абсолютно сухая, никаких проблем не будет. Не бывает абсолютно сухой почвы. Газообмен в почве происходит. Конденсат образуется. И семена могут наклюнуться и потерять схожесть. Заплесневеть. То есть в почве есть и болезни, и вредили, которые могут нанести существенный вред семенам. То есть что нужно будет сделать сейчас? Те поля, которые были посеяны месяц и раньше, взять, поручить агрономам, чтобы они откопали эти семена. Они легко почвенно находятся. Ну сколько они откопают? Там 50-60 штук. С разных мест, не в одном месте. С разных мест. Сделать среднюю пробу. И не надо в лабораторию семенную везти. Это можно сделать у себя дома, в каждом хозяйстве. Вот эти семена, которые откопали, их не нужно ни мыть, ничего, как они есть. В таком состоянии их нужно разложить на плоскую тарелку или блюдечку. Вот. Предварительно на нее положил фильтровальную бумагу или салфетки. Вот. Разместить семена и увлажнить. И сверху опять прикрыть салфеткой. Вот эту тарелочку или блюдечко поставить на подоконник, на стол. В домашних условиях не надо, но предварительно все это поместил в прозрачный целлофановый пакет. Создать микроклимат типа парникового эффекта. И смотреть через 3-4 дня, как ведут себя семена. Если семена сохранили свою жизнеспособность, они будут начнут прорастать. Но ни в коей мере не нужно избыточное перерывание. Влага должна быть в салфетке, влажная. И когда мы помещаем это в целлофан, создается парниковый эффект и семена начинают прорастать. Вот допустим вы положили на проращивание 50 штук, взошло 25. Вот вам 50% сохранности. Уже вы должны принять решение, сколько вы посеяли и что ожидать. Ведь если не будет дождей, они начали погибать, то этот процесс будет идти и дальше. Потому что и сейчас, сегодня у нас 7-6 октября, температура очень высокая. И вероятность того, что семена будут погибать, она достаточно высокая. Если семена защищены, вот этот месяц, он должен быть гарантирован. В зависимости от того, какие мы препараты, как мы это делаем. Потому что многие фермеры, кто-то венечком обработал. То есть, ну, нарушил технологии. Здесь нужно быть уверенным. Поэтому я бы вот это первое сделал. А там уже нужно будет смотреть, какая ситуация. Если половина семян погибла, вы рекомендуете пересев под зимний? Я бы вот на этом поле сделал бы, поперек бы, посеял бы, пусть половиной нормой, но под зимний посев. Просто-напросто, вот та возможность, которая у нас есть, мы ее должны использовать. Время. А там уже смотреть, как она будет получаться. То есть, ну, сделали мы ошибку. Это же не дно, получилось так. И мы то, что сейчас собрались, как раз говорили о подзимнем посеве, это тот путь, который можно использовать, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Всегда в условиях Ростовской области урожайность озимых, нормальный посев или подзимний, он будет выше, чем яровой. Но что яровые находятся в более экстремальных условиях. Не бывает у нас так, что весенние для яровых складываются благоприятные условия. Редко бывает. Когда в мае месяце выпадают дожди, в июне перепадают. А как правило, или в мае у нас дожди, а потом нет, как в этом году было. Хотя в этом году яровые более-менее нормально себя показали. Я бы рекомендовал вот такие моменты. Спасибо. Мы читаем комментарии, которые вы оставляете под нашими выпусками. И видим, что ситуация сложная с влагой и в других регионах России. Кстати, это подтверждает и Росгидромедцентр. На днях он сообщил, что сентябрь 2020 года был самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. То есть за последние 130 лет. Это не касается разве что отдельных районов Камчатского и Алтайского краев. А так, в среднем по России превышение нормы было на 4-6 градусов. Так что разговоры о потеплении климата – это не пустой звук. И, возможно, стоит к совету Николая Зеленского прислушаться. Цены на пшеницу по-прежнему остаются довольно высокими. Две недели назад они немного опустились, но уже вернулись к прежнему уровню. На прошлой неделе, по данным Совэкона, экспортная цена спроса на российскую пшеницу выросла примерно на 9 долларов за тонну. И сейчас составляет 235-240 долларов за тонну на условиях ФОП – глубоководные порты. Речь идет о пшенице с протеином 12,5%. Рост цен на пшеницу был ожидаемым. Так, мировой рынок отреагировал на то, что происходило на Чикагской бирже. А фьючерсы там росли очень активно. Глава Совэкона Андрей Сизов даже назвал это вакханалией. И с трудом смог объяснить, почему же так сильно цены растут. Одна из причин – это то, что Минсельхоз США на прошлой неделе озвучил оценки запасов прошлогоднего урожая. И они оказались ниже, чем ожидал рынок. Совэкон считает, что сейчас цены, возможно, неоправданно завышены. И в ближайшей перспективе могут опуститься. Согласно моделям центра, средний уровень цен на пшеницу с протеином 12,5% должен быть немного выше 200 долларов за тонну. «Русагротранс» озвучивает закупочные цены на пшеницу внутри России в глубоководных портах в рублях. Они выросли примерно на 300 рублей. И сейчас составляют от 17 тысяч до 17 тысяч 400 рублей за тонну. На малой воде пшеница стоит немного дешевле – 16,6-16,8 тысяч рублей за тонну. Внутренние цены Юга России на прошлой неделе оставались неизменными и составляют примерно 15 тысяч 600-16 тысяч рублей за тонну пшеницы. Все цены без НДС. Влиять на рынок в ближайшее время будут новости о введении квоты Минсельхоза. Вот уже официально Дмитрий Патрушев сказал, что квота будет с 1 января по 30 июня 2021 года установлена. Размер этой квоты пока хранится в секрете, но некоторые источники говорят о том, что она составит около 20 миллионов тонн. Подсолнечник, в отличие от пшеницы, на прошлой неделе дешевел. Масло семена снизились в цене примерно на 350 рублей за тонну и средняя цена на подсолнечник сейчас составляет 30 тысяч 100 рублей за тонну без НДС. Это следует из мониторинга аналитического центра Савекон. Также падали цены на подсолнечное масло, оно подешевило примерно на полторы тысячи рублей. Сейчас цена его 69 тысяч 600 рублей за тонну с НДС. Как будут меняться цены в ближайшее время? Скорее всего, они будут укрепляться. Мировые цены на нефть будут очень сильно влиять на рынок подсолнечного масла. Как показывает практика, если растет цена на нефть, то тут же вырастает цена и на разные масла. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что мы уже заметили рост цен на сою и шроты. Масла пока не участвуют в этой гонке, но скорее всего подтянутся в ближайшее время. Кроме того, стимулировать рост цен на подсолнечник будет конкуренция внутри страны, среди переработчиков. Сейчас маслозаводы закупили достаточно сырья и ждут, пока цены немного снизятся. Но когда запасы будут использованы, им придется выходить на рынок снова с предложениями о закупке. Дмитрий Рылько считает, что в текущем сезоне баланс достаточно жесткий по сырью и из-за этого конкуренция будет вырастать. Урожай маленький был, соответственно борьба будет происходить и между внутренними переработчиками. Одной из горячих тем прошлой этой недели стал вопрос, сколько денег выделит правительство России на поддержку сельских территорий. Вообще этим вопросом у нас занимаются уже 18 лет. В 2002 году была принята первая программа по поддержке сельских территорий, в 2013 году вторая программа. Но особых успехов они не достигли. Какие-то проблемы решались точечно, а в целом село оставалось нищете и разрухе. Революцией в этом плане должна была стать новая программа, принятая в 2019 году. Она называлась «Комплексное развитие сельских территорий». Чем она была хороша? Ну, во-первых, уже исходя из названия, подход к развитию должен был быть комплексным. Во-вторых, на эту программу должны были выделяться очень значительные средства. 2,3 триллиона рублей на срок действия программы. В частности, в 2020 году на развитие сельских территорий, согласно паспорту программы, следовало выделить 79 миллиардов рублей. Однако на деле правительство денег не нашло, поэтому селу досталось всего 35,9 миллиарда рублей. Депутаты Госдумы были этим возмущены, требовали, чтобы на 2021 год деньги все-таки нашлись. Но, увы, при том, что в паспорте программы указано выделение средств 160,6 миллиарда рублей в трехлетнем бюджете, который в проекте трехлетнего бюджета, который подготовило правительство РФ на село, выделяется даже на 5 миллиардов рублей меньше, чем в этом году. Всего 30,9 миллиарда рублей. То есть мы видим, что денег на село дадут в 5 раз меньше, чем предполагает программа «Комплексное развитие сельских территорий». Этим сейчас возмущены все, в особенности депутаты. Глава Аграрного комитета Владимир Кашин уже сказал, что иначе, как преступлением против сельских жителей, проект федерального бюджета не назовешь. Его поддержал и бывший вице-премьер Алексей Гордеев, который сейчас также является депутатом. Он отметил, что посчитал и разделил сумму средств, которые выделяет правительство, на количество населенных пунктов. И вышло, что каждому селу достанется примерно по 200 тысяч рублей. Это зарплата заведующего клуба. Естественно, на такую сумму оживить сельские территории невозможно. Дебаты продолжаются. Депутаты Госдумы рассчитывают на то, что президент вмешается в эту ситуацию и дополнительные средства все-таки найдут. Мы будем следить за тем, как их ищут. Кстати, о том, что нужно больше выделять средств на село, говорят не только политики, но и бизнесмены. Так, например, президент компании «Эко-Нива» Штефан Дюр в ходе парламентских слушаний федерального бюджета сказал, что у них на производстве работает полторы тысячи практикантов. И все это талантливые ребята с большим энтузиазмом. Но для того, чтобы они остались на селе, необходимо, чтобы там была соответствующая инфраструктура, хорошее медицинское обслуживание и, наверное, даже в первую очередь хорошее образование для детей. Кроме того, Штефан Дюр попросил правительства оставить так называемые капексы – субсидию на компенсацию капитальных затрат при строительстве новых объектов. Дело в том, что еще некоторое время назад министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев проговорился, что правительство России хочет с 2022 года капексы отменить, поскольку они привлекают меньше инвестиций. В частности, он сказал, что на 1 рубль бюджетных средств по программе капексов привлекается всего 8 рублей инвестиций, тогда как по программе льготного кредитования на 1 бюджетный рубль приходится 31 рубль инвестиций. Но окончательное решение пока не принято. Этот вопрос об отмене капексов будут рассматривать в следующем году. Что еще интересного? Минсельхоз России хочет изменить подход к выплате по гектарной поддержке. Если сейчас ее получают практически все, но за исключением некоторых южных регионов, то с 2023 года по гектарную поддержку будут выплачивать только тем хозяйствам, которые застраховали свои посевы. Я думаю, что это коснется и юга России, где сейчас начали выплачивать по гектарную поддержку на масличную культуру. Вероятно, страховаться придется хозяйствам, которые выращивают подсолнечник, сою и другие культуры тоже. Кроме того, изменится подход к страхованию в части уплаты премии по страхованию рисков ЧАЭС. Если сейчас государство возмещает аграрию 50% стоимости этой премии, то в ближайшем будущем Минсельхоз хочет увеличить эту долю до 80%. То есть 80% платится со стороны бюджета, 20% со стороны хозяйства. Но все это, конечно, планы на будущее. Вот новость, которая уже свершилась. Премьер-министр России Михаил Мишостин подписал постановление, которое пролонгирует срок освоения грантовой поддержки для тех фермеров и семейных ферм, которые получили свои гранты с 2018 по 2020 год включительно. Раньше, если ты не успел освоить грант, ты был обязан выплатить оставшиеся средства и, возможно, еще даже заплатить штраф за неосвоение. Но вот дана поблажка в связи с пандемией. Теперь можно средства использовать чуть дольше. Подробности вы можете прочесть в постановлении правительства от 3 октября 2020 года номер 1594. На этом наш выпуск завершен. Делитесь в комментариях тем, что вас волнует.